Доброе утро телезрители, с вами Жермес и это легкая утренняя прогулочка по одной из моих любимых московских улиц Мясницкая. Да, привет беговой. Погодка шепчет, шепчет пригуляться, шепчет немножко пришвырнуться по центру. Алоха коты, всем вам алоха. Какой кал, здесь нет никакого кала. Здесь какого-то сплошная чистота. Хотя кал присутствует, надо сказать, на тротуарах или где. От лошадок. Я маленькая лошадка. Это абсолютно питерская история. Там очень любят девушки катать подвыпивших молодых или не молодых мужчин на лошадках и немножко разгружать их на деньги. Иду, как всегда, вперед по направлению к садовому. Опять, опять же, отмечу коты, насколько хорошую работу сделал московский градоначальник, соорудив такие широкие тротуары. Это фантастика. Потому что раньше это была узкая-узкая бешеходная просека. Иначе ее назвать не получается. Но в каких пробках-то? В каких пробках? Вот она пустая. Вообще пустая. Абсолютно. То есть никто не двигается, а если двигается, то еле-еле. Да, Тверская и бульвары перекопаны. Поэтому единственное, что сейчас остается, чтобы добраться сюда, это ехать по широкому садовому. Что, собственно, я и делаю. На бульвары лучше вообще не ссываться. Никогда. Либо использовать подземку, что тоже вполне себе. Айс фреш. Здорово. Почему не ходить под кирпич? На самом деле, меня жутко бесят велосипедисты. Не вот эти вот две, а те, которые едут напротив движения. Нарушая все, что можно. Трансляция с подземки. Ну, в принципе, можно сделать и трансляцию с подземки. Вот. Но мне как-то там не очень раздают вай-фай. Я не знаю, почему. Может быть, из-за антинародности. Ну, как. Вот пустая, пустая улица. Можно даже почувствовать себя пешеходом и перейти без зебры. Абсолютно. Мне это очень нравится, с учетом того, что сейчас самый разгар рабочего дня. По идее, все уже должно, в общем-то, как-то, каким-то образом стоять. Да нет, никто не умер. В том-то и дело. Это такой достаточно любопытный парадокс. Потому что, несмотря на то, что все перекопано, и, в общем-то, действительно на бульварах все стоит, как у Павлика в пионерском лагере, вот здесь все... все едет со страшной силой. Все пусто. И, в принципе, от... от белорусской до сюда я долетел практически без каких-либо светофоров минут за семь. Что есть абсолютный... дастиш-фантастиш-дергуд. Снимаем на Samsung. Да. Он, откровенно говоря, как-то начинает зарабатывать очки. Несмотря на уродливый... уродливый Android. Конструктив уж больно хорош. BlackBerry не знаю. Не знаю, как вам сказать про BlackBerry или за BlackBerry. Но, по крайней мере, узкопленочные товарищи кореяки делают чудо в промышленном дизайне и в разработке дисплеев. Этого у них не отнять. Мало кто может с ними посоревноваться по этому поводу. На самом деле, если капитализация у Apple настолько заоблачная, могли бы давным-давно уже сообразить, как бы делать research development, разобратывать свои дисплеи, а не закупать их у конкурентов. Я ничего не отказывался. Все... все стоят на своих местах. Ябло тоже ждет, но оно лежит в сумке. Вот, и ждет своей очереди. Просто нужно каким-то образом тратить трафик и на этом телефоне. Чем я, собственно говоря, и занимаюсь. Так что вот, дорогие радиослушатели, да какие часы? Какие сумки, какие часы? Что вообще за упадничество? Что за мещанство? Только о сумках-то часах. Еще и о телках. Знакомые голые бабы. Это прям какой-то, я не знаю, тем. С чем это можно сравнить? Знакомые голые бабы. Потому что бабы, они же, в принципе, все голые. Под одеждой. Поэтому знакомые, наверное, полно, можно сказать. Но в целом, коты, меня очень заряжает погода. Даже если это перебивчивое солнышко сменяется какими-то потоками ливней, город прекрасен в самой середине весны. Так что, котики, на этом все. Любите друг друга. Слушайте Дэвида Бобби. С вами был Жермес. Выйду скоро на прямую связь еще разок. Пока.